Так, ну что ж, как всегда, немножко технической информации, коллеги, если хорошо слышно, поставьте огонечки, так, если все нормально, отлично, здорово. Ну что ж, я смотрю, тут такая обширная география из очень далеких мест разных часовых поясов. Приветствую всех-всех-всех. Ну что ж, лэб-буки, а скажите, пожалуйста, вот напишите, у вас есть практика создания лэб-буков? Может, кто-то уже давно создает, кто только-только хочет и вот интересует эту тему. Так, нет, да, нет, да, нет, но очень хочу, делаю постоянно, сама не делаю. Ага, очень хорошо. Ну что ж, тема актуальная. Вообще, что такое лэб-буки? Они представляют собой некую папку, может быть, это книжка-раскладушка, в которой можно систематизировать информацию, которую вы обучаете с детьми. Здесь можно ставить в карточки разные вещи. И главное, что нужно в лэб-буках, это функциональность. Давайте посмотрим, вот такой лэб-бук, он состоит из четырёх разворотов. Четырёх разворотов. И здесь мы видим, есть кармашки, есть два круглых таких вот насекомых, например, видите, божью коробку. Это крутящийся элемент, который вносит интерес. Можно покрутить и посмотреть, а что нарисовано в других внутренних частях. Цветочек есть тоже своеобразный. Карандашик, если мы смотрим, то тоже какие-то кармашки обозначения. И получается, что это очень функциональная вещь, которую можно использовать для того, чтобы систематизировать информацию. Но есть одна очень важная вещь. Это то, что она должна быть ещё и удобной для использования. Так вот, с чего нужно начинать создание такого методического инструмента? Во-первых, определить цель конструкции, ради чего вы это создаёте. Например, если для того, чтобы комиссия пришла и сказала, о, как красиво, вы можете создать идеально красивую вещь. И каждый раз, когда дети подходят, сказать, ой, не трогай, а то порвётся. Это одна задача, но это не задача. Главная задача в том, чтобы дети в любой момент могли дотянуться до информации, до карточки, доставать. Потом понимать, что это за этим. Вот если посмотрим здесь-здесь, да, растения, деревья, травы. Они взяли стопку, сделали, а потом, ага, вот это трава, вот это в это окошечко можно поставить, а это вот в это окошечко. И идёт, пока они раскладывают вещи в определённые ящички, уже идёт процесс систематизации в головном мозге и в понимании, что к чему относятся. И повторяется каждый раз, когда вроде бы простая вещь, взяли бумажку и поставили в нужное окошко, в нейронных связях идёт повторение информации. Я вот смотрю, Наталья Дудин написала, мы закрепляем знания, полученные детьми. Да, то есть можно получить знания, а потом их закреплять. Важно, чтобы можно было доставать много-много раз эти ваши карточки. То есть информация, которая там есть, она должна быть доступна. Дальше, задачи, которые решает конструкция. То есть у вас есть, например, определённая тема. Это может быть растительный мир, может быть распорядок дня. То есть мы ставим распорядок дня, чем мы занимаем наш день. Тогда это одни темы. Если мы распорядок дня, то это подъём, гигиенические процедуры, которым дети приучаются, они ещё и закрепляют, каждый раз видят. Если все делают, то и я тоже это сделаю. Вот этот момент очень важный. Дальше, можно взять искусство, театр, можно взять музыкант. Да, ну по музыке что можно сделать? Жанры музыки или ноты. Даже в музыкальной школе можно использовать лэпбук или для занятий по музыке с детьми. Что мы делаем? Распевки. Распевки, многие распевки с рисунками. А давайте сегодня какую распевку сделаем? Они иногда жалуются, ой, не хочу, не хочу. А как достали карточку? Ой, интересно. Давайте, петушка, какое-то упражнение, которое, скажем, идёт на кукарику или мяу, или кошка и так далее. То есть мы можем даже такие шпаргалки делать. Дальше. Ноты. Отдельные. Каждая нота может быть отдельно на отдельных карточках. Длительности и так далее. Музыкальные инструменты. И таким образом мы, скажем, музыкальные можем сделать. Если в помещении группы малое количество функциональной мебели, лэпбук занимает мало места. Да, по сути, лэпбук не так много места занимает. И ещё вы тему закончили, закрыли и собрали. Оставляете для того, чтобы позже доставать. Или через год, когда придёт другая группа. И по мере надобностей. Вот лэпбук позволяет ещё очень хорошо сохранить материалы на потом. И когда мы определились, какая у нас должна быть задача, мы решаем окошки. Какие темы. Для какой темы подходит вот эта крутящаяся фигура. Для какой подходит кармашек, звёздочка, цветочек. И форму определяем уже после того, когда мы выбрали темы. Очень хорошо, если здесь включаете игры, упражнения, интерактивные игры. Ну, например, можно доставать, там, домино сыграть. Хоть типа домино или карточки угадывания, даже мемори. Мемори, помните игру, когда по две карточки одинаковые, надо в закрытом виде вспомнить, достать, открыть и так далее. Можно запросто создать игру-мемори по той теме, которую вы проходите. Или купить готовую и тоже туда поставить. Вот после этого вы определяете типы материалов. Важно, что игры и упражнения должны обязательно быть. Почему? Ну, желательно. Давайте не скажем обязательно. Желательно. Подумайте, как вы эти карточки можете использовать не как серьёзное учебное пособие, а как игру. Потому что дети учатся через игру. Когда такое серьёзное, иногда это их отворачивает от обучения, от школы. Создание макета. Вот как мы можем создать. Во-первых, придумаем конструкции. Как придумать? Пролистайте в интернете огромное количество есть лэпбуков. Посмотрите, какие есть. Берите и готовые идеи. Причём, возможно, идею брать не целиком, а частями. Немножко отсюда, немножко оттуда. И скомпоновать своё собственное. Очень важна цветовая палитра, потому что оно должно быть эстетичным, приятным на глаз и развивать эстетический вкус. Как это сделать, я расскажу чуть позже. Определяем разделы блоки. Создаём макет. Вообще желательно вначале на маленькой бумаге, на А4 создайте макет. Постарайтесь увидеть маленький. Как это будет выглядеть. Где вы распределите вот эти кармашки, разные элементы. Какое соотношение будет. И после этого только приступайте к созданию лэпбука. И макеты бывают трёх видов. Большие, настенные, когда можно настенные. Или даже в рост ребёнка он подходит, как доска. И там кармашки ставят. Есть настольные небольшие. Есть индивидуальные книжки. Например, по режиму дня можно сделать так, чтобы родители вместе с ребёнком создали для каждого ребёнка свой лэпбук. И он приходит утром, у него на стене там где-то висит эта небольшая книжка. Он достаёт. Сегодня мама может, например, поставить какую одежду одеть. Шапку или порядок. Что, зачем идёт. Особенно полезны вот эти индивидуальные для детей с СДВГ, которые слишком активны, им нужны пошаговые инструкции. А в лэпбуке можно вот эту пошаговость и сделать. Он взял карточку для какого-то действия, нашёл. И там по пунктам написано, нарисовано, да, или написано, что, зачем делать. Таким образом можно индивидуальные создавать. Можно и для работы группы, но важно, чтобы оно было доступным. Почему мы делаем большие? Большие, чтобы каждый ребёнок, они одновременно могли пользоваться. Ну, не 5-6 человек сразу в кармашки залезали, а по очереди заходили, брали и пользовались. Например, вот очень красивый лэпбук про театр. Видим вот часть информации, вот окошко, как театр, сцена. Красиво сделали, с использованием ткани. То есть, ничем не ограничена наша фантазия. Мы можем где-то использовать бумагу, картон, где-то бумага, где-то ткань, делать завязки. И давайте разберём внимательно этот лэпбук. С левой стороны, наверху книжка, которая открывается вот таким образом, да, горизонтально. Следующая открывается вот таким образом. А третья гармошка раскрываем. Что это даёт? Во-первых, функциональная грамотность идёт ребёнка. И интерес. Они не любят однообразные вещи. А тут интересно, как открывается сам процесс открывания интересен, а за ним ещё и кроется какая-то информация. И таким образом выстраивается вот это. В центральной части у нас герои, которых можно на палочках, которые можно доставать и с ними играть. Можно их взять и, скажем, по ролям говорить, чьи-то действия показывать. Можно прямо использовать как сцену за этими кулисами. А можно вокруг стола сесть. Каждый берёт и проигрывается или сказкой, или какая-то ситуация жизненная, но с позиции этих животных. Да, тут три поросёнка и волк, как мы видим. Дальше уже информативные с правой стороны виды театров и раскраски, которые можно доставать, взять, нарисовать, разукрашивать. Внизу, опять же, открывается здесь уже завязками, то есть завязки раскрывают и открываются. Это тоже интересно. И кармашек, который открывается вверх, из кармана достают. Вот если обратить внимание, эти кармашки сделаны из войлочной ткани, войлока или можно из фоамирама сделать. Но желательно всё-таки экологически чистый, а не пластиковый какой-то материал, если есть возможность. Можно сделать из ткани. Чтобы сделать её более жёсткой, можно приклеить флизелином. Тогда она будет жёстко держать свою форму. Ткань тоже очень удобный материал. Или подложить там картонку снизу, тогда она будет ровно и крепко держаться. Если вы заметите, то некоторые детали здесь не просто приклеены, они ещё, наверное, и пришиты могут быть. То есть вы смотрите, как это сделать. Но очень важно, чтобы... Так, у меня не показывает... Даже не знаю, что сказать вам, Юлия Кротова. У всех показывает картинку, наверное. Обновите страницу и посмотрите. А, секунду. Есть, наверное, возможность уменьшить меня, мою картинку. И тогда вам откроется презентация. Следующий. Вот ещё один вид. Здесь уже очень просто сделано, без особых задумок. Взяли и пластиковые эти пакеты приклеили, и всё. Функционально? Функционально. Красиво? Не очень. Но зато всегда можно использовать. И причём в основу, смотрите, что было использовано. Это большая папка с кольцами. Вот такие толстенные. И получается таким образом. То есть можно даже вот этот элемент использовать. То есть вы понимаете, что высота вот такая, размер вот такой этого лебука. Это не очень большой, но вполне нормально и может поместиться какие-то вещи. Для начала можно сделать что-то и так. Но я скажу вам, когда вы делаете сами, то из других материалов это приносит такое внутреннее удовлетворение, конечно, не в попыхах. Когда вы с удовольствием делаете, то всё получается великолепно. Вопрос очень важный насчёт палитры и эстетичности. Вот сейчас в интернете есть очень много инструментов, которые позволяют выбрать палитру. Вот, например, вы хотите в определённом цветовом формате, вы выбираете картинку, фотографию, какую хотите. Вот, это один из сайтов, градиент сап, видите ссылочку. Один из сайтов не единственный, могут быть и другие сайты, где вы вставляете картинку и она расшифровывает программа. Какие оттенки здесь использованы. И вы уже понимаете, что они хорошо сочетаются. И вот здесь тоже у нас были оттенки, которые есть. Вы берёте эти оттенки, используйте. Таким образом можно использовать. Вы можете какие-то детали распечатать на принтере просто этим цветом. Потом уже приклеить. Если у вас есть бумага, то подобрать самоклеящуюся бумагу, может быть, и так далее. Важно очень фон основной сделать. С другой стороны, есть ещё и такой инструмент, как ткани, материал. Можно подобрать ткани. Но ткань всегда лучше, если она однодонная и с мелкой фактурой. Если ткань с ярким рисунком, то это будет отвлекать внимание. Берите, самое простое и будет это хорошее решение. Хорошим решением. Например, из каких окошков? Если мы делаем лэббук профессии. Мы виды деятельности. Ну, например, мы хотим детям показать, какие есть профессии. Но обычно как делят? По видам деятельности. Это может быть физическая профессия, но человек технический, там, столяр, сварщик. Это физическая профессия, да, где физический труд приложен, где руками делается. Даже ювелир, который работает, он руками, он телом делает. Мыслительная – это учёный, программист. Включается мыслительная деятельность. Духовная – это может быть служитель церкви, какой-то религии. Это может быть ещё и философ. Потому что здесь только мыслительная, не только мыслительная, но и духовная. Здесь иногда можно и в какой-то мере и психолога причислить, потому что психолог тоже работает с эмоциональным миром. Давайте можем сказать, вот духовное расширить именно эмоции. Если есть мысли физического тела, тот, кто работает с душой, с эмоциями. Да, и психологи сюда входят. Есть эстетические профессии – это художники, скульпторы, дизайнеры, музыканты, которые представляют вот эти направления. И, следовательно, мы можем распределить, например, окошки по этой градации. Показать там картину мозга и деятельность, и физически, и таким образом. Профессии можно распределить, скажем, изучаем одну профессию, и по этой профессии распределять, какие бывают профессии. То есть начинаем, в зависимости от возраста, мы вначале просто поменьше видов профессии, а может побольше. Но начинать всегда надо с того, что ближе к детям. Например, профессии их родителей. И первым в это окошко мы можем собрать профессии детей и мам. Мам и папа этих детей, которые у вас в группе занимаются, если это дошкольная группа. Даже школьная группа тоже можно сделать. А потом вот эти профессии попробуйте разместить по направлениям. Это духовное, физическое, мыслительное или эстетическое. Тоже определяем. Следовательно, у нас будут вот эти кармашки. Что делает? Можно делать отдельное окошко. Для чего? Чтобы достать профессию отдельно. Что делать отдельно? И сыграть в лото, попытаться соотнести. Вот этот человек делает это, а вот это это. Соотнести. Польза, которая приходит. То есть результат труда, который сделал. У пекаря какая польза? Хлеб, пирожные, булки. У портного какая польза? Это готовая одежда. У психолога какая польза? Это улыбающийся смайлик, лицо. Человек счастливый, успешный. У ученого какая польза? А то, что он рассчитал, например, как построить дом, как построить мост или что-то еще. Даже смартфон. Телефоны, которые у всех на руках, это плод деятельности. Кого? А ученых, которые придумали много-много всякой всячины, которая вложилась и с помощью физической реализации превратилась вот в эту полезную вещь. Одежда. Форменная одежда. Например, одежда. Это к чему относится? Повар одевает одну одежду, а люди разных профессий имеют специальную форму одежды. А есть те, которые не имеют. Учителя, например, не имеют особой одежды, форму они не одевают. Но есть определенный стиль одежды. Спортмен одевает другую одежду. Тоже не форма, может быть, если, конечно, это учитель, скажем, физкультуры, а не какой-то футбольной команде. Там в футбольной команде у всех одинаковая одежда. А в других местах учитель физкультуры в школе могут разные учителя одевать разные, но стиль-то одинаковый. Что нужно уметь и знать? То есть мы берем одну профессию и расфасовываем. Дальше мы видим, что можно таким образом сделать. Можно отдельный лэббук сделать только по мыслительным профессиям. Это программист, дизайнер, ученый-физик, филолог. Вот эти направления. И потом мы рассмотрим. И по каждой профессии мы набираем вот эти вещи. Скажите, какую компьютерную программу нужно установить, которая подходит для изготовления лэббуков? Смотрите, компьютерной программы особой не нужно. Вы можете предположительно, все-таки лэббук это в презентации, в обычной презентации, в PowerPoint, взять и расставить, чтобы увидеть, как это происходит. Но потом это все-таки материальная вещь. Лэббук это книга, которую вы в руках держите и ставите, открываете кармашки и достаете. Вот его особенность именно в этом, что она материальный. Лэббук он материальный. Мир искусства. А давайте подумаем, вот у меня, например, вот такие окошки. А вы бы что поставили в мир искусства, если бы делали? Так, я жду. Например, вот в мире искусства... А, элементы соединять. Хорошо, посмотрим. А чуть позже я вам покажу это, да, Олеся? Так, виды... Я, например, поставила виды искусств. Можно дом, здания, в которых они представлены. Правила посещения, как туда ходить, средства выразительности. Каким образом? Потому что искусство выражает красоту. Но у них разные инструменты, средства, с помощью которых они выражают. Профессии, одежда, живопись. Хорошо. Сейчас посмотрим дальше. Так. Вот, как раз ответ на ваш вопрос я в PowerPoint-е приблизительно собрала. Здесь я сделала не самые красивые соотношения с цветом, но я сделала наиболее яркие, что видно. Вот. Мир искусств. Да, мы можем, например, правила посещения, профессии, одежда. Тоже одежда. Ведь театрально балерины одевают одну одежду. Там пачка может быть такая красивая. Пуанты, особая обувь. Дальше. Профессии. Какие бывают в театре профессии? В театре есть артист, сценарист, режиссер, суфлер. Там костюмер, который делает одежду. Вахтер, гардеробщик, который, театр начинается с гардероба. То есть вот эти профессии. А потом мы отмечаем искусств, средства выразительности, дом, искусств и так далее. Дальше мы сейчас посмотрим. Тоже мир искусств. Но здесь уже по-другому можно составить, уже по вашему запросу. Вот Татьяна Телегина предложила как раз программы. В ВК есть группа ИКТ-материалки, где очень много инструментов и сервисов. Здесь, например, дом, где живёт музыка. Где живёт, может быть, музыка. Музыка где живёт? В оперном театре, в камерном зале, в таких местах. Театр где? В драматическом театре, в оперном театре тоже. В театре опереты, в театре комедии. То есть театр, это дом для театра, дом изобразительного искусства. Это где, друзья мои? Это музеи, музеи, выставки. И вот там как раз такие проживают. То есть вы можете вот эти окна сделать. Если мы берём вот один столбик изобразительного искусства и музыка, и углубляемся внутрь темы. Инструменты художника, музыка, инструменты музыки в конце песни. А в середине можно вот этот крутящийся элемент чередовать какими-то вещами. То есть можно, конечно, и на этом платформе посмотреть какие-то идеи. А можно просто из подручных самых простых вещей взять и сделать. Если у вас есть готовый там картон, бумага, материалы, вы просто поставьте на стол, почувствуйте, что с тем, с чем соотносится. И если это соотносится красиво по вашим ощущениям, то это подойдёт. Прислушайтесь к своим ощущениям. И лучше, если на этих кармашках не только будет словесное изображение, но и ещё словесное описание, но и рисунок, который описывает содержание. Детям это намного интересней. Вот, например, такой лэп-бук очень интересный, где смотрите, тут и телефон нарисован, а кармашек в виде одежды, в виде пиджака, да, сделанные элементы. То есть можно таким образом тоже сделать. Здесь сайт, страница в Одноклассниках, вот есть какой-то сайт, группа лэп-бук, ниже, так, я, кажется, сайт поставила или нет. Есть такой сайт в интернете, где делают лэп-буки, готовые предлагают. Вот здесь красиво смотрится. Почему? Потому что все кармашки в одной цветовой гамме. Меняются оформления, какие-то рисунки, но они все в одинаковой. Это удобно? Это удобно. И это хорошо. Почему? Потому что для глаза уже приятно. Здесь, чем интересно, вот тема про растения, и мы видим, как цветочки раскрываются, то есть каждый этап, вот, например, цветочек, он раскрывается по очереди, причем они еще и закрываются, их можно закрыть и по очереди раскрывать лепесточки. И раскрывается то, что мы делаем. Конечно, это для школьников больше, потому что много слов. У детей больше рисунков. Для детсадовского, для детей детского сада мы меньше пишем слов, больше ставим картинки. Хотя вот эти короткие слова очень сильно помогают, знаете, в чем? В том, чтобы дети научились читать. Цветок, горшок, лист, корень, вот маленькие слова, они вначале угадывают, когда уже знают какие-то буквы, и постепенно, общаясь с ними, уже начинают мыслить еще более четко и ясно. Вопрос с кармашками очень интересен. Есть очень много в интернете, тоже вы найдете, и на этом сайте тоже, странички в группе ВК. Как делать кармашки? Во-первых, кармашки должны быть доступными, их можно открывать. Если у нас лэпбук стоит, а не лежит, то нужно, чтобы нижняя часть, она была плотно закреплена. Вот верхняя дверка открывается, а нижняя закрыта, чтобы не падало. То есть создавая любой вид кармашков, обязательно обратите внимание на то, чтобы они не были удобны. Потому что если оттуда все упадет, будете ходить, гулять, собирать, и будет дискомфорт. Вот учитываем эти маленькие моменты. Виды кармашков. Для индивидуальных лэпбуков. Почему для индивидуальных? Потому что маленькие индивидуальные. Но мы можем то же самое сделать и в большом формате. Вот этот крутящийся элемент, как его сделать? Есть такие кнопочки, братцы, чуть позже я покажу их. Их можно купить, вставлять и закрепить. Очень важно вот такие металлические детали, если вы вставляете, обязательно закреплять еще снаружи бумагой, картоном, может быть лейкопластырем. Очень подходит медицинский лейкопластырь. Он закрепляет и с обратной стороны, конечно, чтобы дети не поранили. То есть эти элементы не должны быть травматичными. Потому что момент соединения тоже представляет очень большую важность. из этих кармашков вам что заинтересовало. Вот, кстати, вот эти треугольники, которые подряд идут, здесь можно закреплять таким образом. здесь одна тема как бы идет. И по росту, например, маленькие, чуть побольше, 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 они могут взять и какие-то элементы распределять. Например, цвета радуги по порядку. То есть они позволяют порядок сделать. Как сделать прочные? Очень хороший, кстати, вопрос. Во-первых, чтобы сделать прочность, мы берем необычную просто бумагу. Скажу по секрету, очень хорошая бумага – это обои. Просто обычные обои. Они крепкие. Их можно приклеить. Некоторые вещи можно прошивать. Есть когда возможность, когда мы делаем из тканей. Ткань тоже очень крепкая. Если ее, потому что ее возможно прошивать, хоть на машинке, хоть руками, в зависимости от чего. А потом она укрепляется на картонную основу. Когда мы приклеиваем две картонки, вот вопрос, как приклеить две картонки, чтобы они еще складывались. Самый удобный материал – это… Ой, я сейчас выключу звук на телефоне, извините. Не выключила. Это лейкопластырь. Медицинский рулонный лейкопластырь, который рулонами, да, не вот эти штучные маленькие, а рулонами. Они очень крепко прилипают и не позволяют… И легко их сворачивать на месте изгиба. Картмашки из картона, конечно, можно сделать. Можно картоны мы взяли и сложили по бокам, и вот они получились как надо. Ну, например, вот это если картонка, и сложить по бокам гармошкой, вот гармошкой, мы сделали так, и у нас получился объемный кармашек, да, вот такой. Объемный карман мы приклеили, и вот сюда, вот эти стороны мы приклеили, и, пожалуйста, туда можно вставлять множество картин. Мы все ламинируем. Тоже очень хороший вариант. Смотрите, ведь можно сделать несколько видов. То есть мы сделали лейбук, один на одну тему собрали, а можно сделать для многократного использования. То есть вы сделали кармашки, но ничего не надписали. На них оставили место для окошков, куда можно прикрепить это. Например, если это пластиковые, скажем, целлофан прозрачные, то каждый раз можно убрать все, что там есть, и создать свой новый лейбук уже по новой теме. То есть каркас сделать многоразовым. Тогда очень удобно использовать пластиковый материал, прозрачный, с пластиковыми окошками. Или, если мы не хотим использовать пластик, то мы делаем картонную рамочку, только рамочку, и можно в эту рамку вставлять те рисунки, которые вы захотите. есть такие круговые интересные моменты, когда вы можете сделать кружочки, и из них создавать тоже. Раскрывает и внутри еще и показывает круг расширения, как постепенно расширяется. Вначале я, мой дом, моя улица, мой город, моя страна. Точно так же мы можем, например, исследовать растения, цветок. Этот цветок представляет и семейство таких-то, дальше это растения и так далее. Вид, расширение вида. Можно сделать расширение. Я, сестра, сестра-брат, родителей, дедушка, бабушка и так далее. То есть мы, где можем градуировать, вот эти кружочки, которые выходят. Круги лули очень подходят, тоже можно сделать. И вот мы закрепляем братцами. Где эти братцы у меня? Буду дальше, посмотрим. Семейное древо, родословное древо, это тоже очень интересная вещь. Каждый ребенок может сделать сам. Вот эти, вот, говорила, есть ссылка. labbook.ru. Здесь они могут по вашему заказу сделать леббуки. А можете вы взять там идеи, посмотреть прямо и использовать для своих задач. Чем я горжусь? Кстати, вот эта тема «Я горжусь» мы собираем силу рода. И каждый ребенок ставит. Можно вместо родословного древа вот собрать такое древо класса. Чем мы гордимся? И в этом должны быть заслуги каждого ученика, потому что каждого ребенка. Не может быть такого ребенка, у которого нет каких-то хороших навыков. Обязательно есть какая-то черта. Эти самые большие лоботрясы, они в итоге оказываются настолько добрыми, а какой-то шалон, который непослушный, моментально придет вам на помощь. Так вот, найдите в нем эту хорошую черту и эту черту обязательно покажите, чем мы гордимся. Вот словарик родственников, да, у нас, например, словарик детского сада. Что здесь может быть? Это семейные какие-то словечки, которые часто используются в разговоре. Ну, например, мой племянник любит кошку не называть кот, коте, кошка, котя, котя. И когда он хочет полоскаться, говорит, я котя. Ну, говорю, здравствуй, котя, а я твоя тетя. И вот смотрите, получается какая-то словарная, вот такой словарик. Может быть словарик, могут быть другие. Семейные поговорки, пословицы, праздники, это дни рождения, это государственные праздники можно сделать. И мы смотрим, как можно сделать. Вот идеи, когда вот открываются такие, да, очень интересные, потому что дети их обожают. Там почему идет секрет, то есть то, что видно, а еще есть секретик, не видно, когда девочки сами делают себе тетрадки, какие-нибудь, блокнотики, они они называются так секретики. Они берут и это прикрывают. Открываешь открыточку, а снизу там написано, что Маша моя лучшая подруга, а вот на кого сердится, там тоже может какой-нибудь, а вот этого я не люблю и так далее. Это секретики, то есть там, где информация не на первом плане, а где-то сзади вызывают больше интерес у детей. Вот для закрепления этих кругов мы используем братцы, вот эти материалы, если будете в интернете искать, братцы. Кроме этого, что можно сделать? Ну, то есть это гвоздики с двумя концами, вы всовываетесь и они раскрываются изнутри, тогда можно просто взять и крутить. с другой стороны, что-то можно сделать и обычного гвоздика, взяли, скрутили, но под гвоздик нужно обязательно или пробку использовать, пробка от крышки есть, да, прикрепили и закрепили, чтобы это никоим образом никого не ранило. Мы можем использовать картон основы, пластик, это может быть самоклеящаяся бумага, цветная бумага, сама по себе, только она одна не подходит, ее можно прикрепить на что-то или как декорирующий инструмент, но основа, как я сказал, очень хорошо подходит обои, причем и бумажные обои, они все-таки крепче, еще больше тлизелиновые обои, тоже, если у вас от ремонта остались, можете взять и их красиво оформить. Для покраски картона можно, иногда вот берем картон, он такой, ну, серобатый или неприглядного цвета, вы хотите его разукрасить, используйте грунтовку для строительных работ, обычная грунтовка, она недорогая, вы замазываете и она остается, даже у меня есть знакомый художник, который что делает, берет ватман, это делает акриловую грунтовку белую и этот картон спокойно выдерживает скажем объявление, если сделано на улице, не замачивается, потому что пропиталось хорошенько и сохраняет и цвет, и картину, и все, что есть, то есть вначале нанесли грунтовку, а потом на ней можно сделать, почему, потому что это акриловое поливинилохлоридовое, это как клей ПВА разбавленное получается, вот такая грунтовка, она делает материал уже, этот ватман более крепким, он сложнее ломается, да, и рвется, детали могут быть, опять же, плотная бумага, самоклеящаяся, очень хорошо пуговицы подходят, кнопки различные металлические, которые можно пришить, которые можно приделать, нитки, скрепки, тоже их можно посмотреть, как сделать гвоздики, вот эти братцы, прищепки, да, прищепки, кстати, тоже хорошая идея, можно нитку протянуть, или такой проводочек, и прищепки, какие-то вещи, мелкими прищепками повесить, а потом их менять, очень хорошо, если вам нужно, опять же, по порядку расставить какие-то, определить порядок, или тематическое, вот, достаете, и для практики можно использовать отличный элемент, требования к лэббукам, какие они должны быть, во-первых, в них должно быть много информации, это должно быть информативность, форма, интерес, красота, но мы стараемся развивать структурное мышление, систематическое мышление, стратегическое мышление, почему лэббук в этом помогает, а потому что все перед глазами, вот, когда мы пишем длинный текст, это одно, а когда мы делаем ментальную карту или карту по ум, то это уже такая вещь, что наглядно, вы смотрите, и вам не надо долго искать, там есть конкретные элементы, и эта наглядность нам помогает быстрее увидеть все в целости, то есть мы из линейного мышления переходим к образному и объемному мышлению, поэтому здесь должна быть информативность, и мы возвращаемся к самому первому пункту, то, что мы выбираем элемент, смысл, какая задача, какая цель, что, а как мы определяем цель, чему в итоге должен научиться ребенок, что он должен уметь, что он может сделать, уметь и делать, это важнейшие вещи, иначе знание это, ну, просто так, а если он взял и сделал с этими вещами, что-то оперировал, тогда у него идет уже развитие, как мы помним, знания идут в каком порядке, во-первых, неосознанные незнания, когда мы не знаем, что мы ничего не знаем, это обычно с детьми обычная вещь, потом они вдруг о чем-то узнают, и они понимают, что есть какая-то вещь, но они об этом мало знают, и вызывает интерес, мы выхватываем этот интерес и начинаем развивать вокруг него, потом идет осознанное знание, когда он начинает вот эти элементы свои навыки использовать, и после многократного использования идет неосознанное знание, это когда ребенок уже легко одевается, и вам не надо следить за тем, чтобы он вначале одел носки, потом на них только обувь, да, осознанное знание требует, чтобы он думал, что зачем нужно одевать, к примеру, да, или что после чего нужно делать, а когда уже осознанное, он с вами, школьник, разговаривает и одевает, застегивает пуговицы, почему, потому что пошла вот такая компетенция, и наша задача по шагам провести ребенка, сначала дать информацию, идеи заинтересовать, потом с помощью лэпбука он будет изучать еще больше, добавлять факты в эти окошки, третий этап, он будет из этих окошков доставать эту информацию, их оперировать, с ними работать, и в какой-то момент, может быть, в садике, а может, уже позже, с наработкой некоторого опыта, уже появится неосознанная компетентность, когда человек это делает, что-то, не задумываясь об этом, как водитель может водить машину и разговаривать с вами, как пианист играет на фортепиано, смотря в ноты, но не смотря на клавишу, него пальцы сами находят вот этот период. Благодарю Элина за то, что считает, что вебинар полезный, и я стараюсь. Вторая вещь, это прочность. Прочность мы делаем за счет качественного клея, как я сказала, за счет того, что можно прошивать, за счет того, что можно пуговичками дополнительно закрепить, за счет материалов. Вот некоторые материалы можно ламинировать, как уже сказали. Дальше. Эстетичность. Конечно, чувство красоты, это очень важно развивать в детях, потому что, когда красиво, они успокаиваются, ничего не раздражает. Некрасивость раздражает. Вот когда что-то не то, вы смотрите, что-то не то. Вот есть такое ощущение. Вариативность. А то, что можно взять отсюда, поменять туда, вот здесь что-то сделать. Вот эти элементы должны быть двигающими. Кармашек открываться, закрываться. Эта гармошка открывается, закрывается. Вы можете сделать так, что там время от времени добавлять какие-то элементы, потому что информационный запас постоянно нарабатывается. Например, вы можете одну тему разучить, собрать этот лэпбук, убрать на несколько месяцев, а потом опять достать, вспомнить и добавить какие-то элементы. Доступность. То есть мы не взяли это и не поставили на выставку. Ребята, смотрим, но не трогаем. Так, больше трех минут не смотрите, но я эмутрирую. То есть это должно быть доступно, когда мы занимаемся этим. Дети могут взять, снять, поставить, сами это сделать. Пригоден для коллективного использования группой людей. Безопасность и привлекательность. То есть можно сделать строго, эстетично, но все написано. А детям привлекательно как, а так, когда вот там картинка какая-то, чтобы было красиво написано, например, не обычными буквами, а вот озорными, как вот здесь я здесь взяла буковками. Почему я взяла эти буквки? Чтобы немножко внести шалости, развлечения и интереса в эти слайды. То есть у меня была такая задача. Не строгий обучающий вебинар, смотрите, делайте так, как я вам скажу, а чтобы было это озорное направление. То же самое вы можете использовать уже, исходя из-за того, какая у вас тематика, для кого вы делаете, сделать его привлекательным. Игры. Для чего игры? Вот смотрите, я вам сказал про четыре стадии. Вот чтобы привести к стадии осознанное знание, надо полученное знание каким-то образом использовать. Мы используем его в сравнении, мы его используем, когда сортируем. И тут мы создаем игровую ситуацию. Зайчик пошел в лес и увидел какие-то там вещи. или Маша вошла в дом, где там трех медведей. И мы сравниваем стол маленький, большой, еще большой. Это сравнение, сравнение. Точно так же мы можем какие-то элементы доставать и сравнивать. Чтобы освободить там котенка из домика, нужно найти ту дверь, в которую она войдет. И выбираем разные двери, скажем, элементы. несмотря что у вас в лэпбуке, вы предысторию рассказываете, какую-то предысторию, контекст. Это создает привлекательность. И обычное классическое сравнение превращается в игру. Легким движением руки, как в кино сказано. Фантазии на тему. Давайте подумаем. Если девочка пошла куда-то и что она увидела. А есть ли пример для детей 11-13 лет? Да пожалуйста, вы возьмите любую свою тему, что дети в этом возрасте проходят. В этом возрасте им интересна реальная жизнь или те компьютерные игры, в которые они играют. Вы можете посмотреть, какие они фильмы посмотрели. Прошел фильм про Чебурашку. Давайте посмотрим, как бы Чебурашка решила вот эту задачу. Фильм про электронику или какой-то посмотрели. Исходя из тех героев, которые они изучают, мы создаем ситуативный момент и фантазия на тему. А как бы он поступил, а как бы вот этот поступил, а что бы было такое. И мы можем сочинять сказки. Очень интересная игра, знаете, какая? Рассказать самую простую, например, сказку Колобок, которую все абсолютно знают. И во время рассказа вы даете рассказчику в руку бумаги, достаете, какая попадает. И его задача, вот это слово, которое написано на бумаге, вплести в эту историю. Это настолько смешно. Ну, например, развивает что? Для маленьких детей умения читать, выйти за рамки. Например, Колобок и вы, он достает бумагу кондуктор. Ну, и тут кто-то говорит, а по лесу прошел кондуктор. Откуда в лесу появился кондуктор? Проехал автобус, на котором был кондуктор, и он спросил. То есть этот кондуктор должен как-то участвовать. И следующее, и эти слова вплетаются в эту историю. То есть вы можете современных героев, те темы, которые вы проходите, которые именно в вашем лэпбуке по вашей теме вплетать туда. Вот смех лучший способ расширить это знание. Рассказки, раскраски и пазлы. Для маленьких детей что мы делаем? Мы печатаем рисунок в два экземпляра. Один полный остается, а второй разрезаем как хотим. Можно зигзагами вырезать, а можно элементами, которые там есть. Скажем, там треугольник, круг, там домик и так далее. Его задача собирать, и они будут собирать. Для маленьких мы показываем основу, а для детей, которые постарше, может основы и не быть, а задача собрать. Будет ли презентация в доступе? Да, презентация в доступе для скачивания, вы можете спокойно скачать. Стихи, песни, танцы на тему, эту тему, если это времена года, то запросто можно сделать, если это какой-то ритм, счет, то это танцы. И ролевые игры, ролевые игры, например, когда взяли от роли чебурашки или от кого-то еще, мы взяли и рассказали историю. Системное обучение мы используем, например, тризовский элемент, такой как элемент признак функции. Вы взяли какой-то предмет, какую-то вещь, и вот это три, э, п, ф, то есть элемент признак функции. И мы разложили сюда. Вы можете постоянную такую папку сделать, и когда разрозненная картина как раз для 11-13 лет, они приходят и вставляют сюда вот из множества рисунков, слов или каких-то вещей, примеров, они вставляют туда. Это рабочий элемент, который можно использовать. Паспорт. В тризе тоже используется, обычно его пишут, да, мы можем тоже писать, а мы можем вставлять. Что, кто, кто, что. Это, если мы о живом существе, то это кто, если это какой-то предмет, сооружение, то это что. Родители, автор, автор тоже может быть, прописка, место обитания, кем служит, какие функции выполняет, мы тоже заполняем в этом паспорте. И можно вот каждое окошко отдельно сделать. То есть вот имя родителей прописка могут быть разные окна. И задача будет потом, когда вы все достаете, один из этого, а другой из другого кармана соотнести парами, попарно соотнести. Удобно по профессиям это сделать, удобно по литературным произведениям. Литературные произведения взяли писателей, имена писателей в один кармашек, это родители. название произведения, имя, название в другое, прописка, где происходит действие, кем служат, какие функции выполняют. Здесь можно сказать главные герои. И дети достают оттуда главный герой и соотносят, чтобы имя совпало, автор главный герой, какие особые приметы, а по приметам угадай героя и другие качества. То есть можно такой для более старших классов, там, четвертый, пятый, сделать такого плана лэббук, где у нас паспорт. Шесть шляп. Вот теория шесть шляп, его тоже можно применить в лэббуке. это игра Шарля Дебуно, когда одну ситуацию рассматривается с нескольких сторон. Это белые шляпы, факты, эмоции, возможности. А вы можете по своему усмотрению посмотреть на одну и ту же вещь с разных сторон. То есть мы создаем некий инструмент, где, куда факты ставим, какие мы факты собираем. Вначале мы просто собираем идеи, какие ресурсы нужны для реализации, сложности, какие могут возникнуть, возможности и идеальный результат. То есть вначале мы всегда пишем идеальный результат, всегда ищем это, факт, что есть и какой идеальный результат хотим. И туда вставляем уже разные идеи, а в конце выставляем готовые решения. То есть идеи шести шляп можно использовать поменьше кошков, побольше, это уже на ваш выбор. То есть это как бы дополнительные инструменты. Для каких целей можно использовать такую схему? Например, если у вас есть задачи и цели, мы предъявляем противоречия, ресурсы, примеры, новые идеи. И для исследовательских работ это прекрасно, прекрасный инструмент, который вы можете сделать. Потом вытаскиваете... Почему это удобней? Удобней, чем писать, потому что отдельные карточки можно взять и разложить на стол и объемно увидеть картину, переставлять. Вот это взять, это важно, это не важно. Вот это берем, это отпускаем, а вот это можно проработать, чуть-чуть видоизменить. То есть вот такая система шесть шляп уже очень полезна для детей школы, школьников. Ну что ж, друзья мои, на этом я завершаю. Благодарю вас за участие, надеюсь, было интересно. Здесь вы видите, это моя группа ВКонтакте, моя страница ВКонтакте, электронный адрес. Если у вас возникнут вопросы и желание после просто подружиться, пожалуйста, приходите, буду очень рада. Если у вас остались вопросы, то я с удовольствием на них отвечу сейчас. Так, спасибо, вижу ваши благодарности. Вопросы остались, друзья мои? Если есть какой-то вопросик, как получить сертификат, вам сейчас расскажет Татьяна Телегина. Так, ну что ж, если вопросов нет, тогда я прощаюсь с вами и предоставляю слово своему коллеге. Телегина. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...